В Атырау с наступлением тепла к работе приступили дорожные строители. Только в городе и пригородных населенных пунктах им предстоит уложить 211 километров полотна. Продолжится и реконструкция республиканских трасс, в каких селах появятся новые дороги, реконструкция каких трасс, связывающих Атырау с соседними областями, продолжится. Мы можем узнать у Виктора Сутякина, он уже на прямой связи со студией. Виктор, здравствуйте, ждем подробностей. Здравствуйте, Альфия. В этом году дорожники к работе действительно приступили рано. Погода позволяет. Земля у нас просохла, а ветер строительству не помеха. Только в городе и пригородных населенных пунктах предстоит уложить 211 километров дорожного полотна. Это 217 улиц в поселках Водников и Яркин-Кала, Дамба и Оксай и многих других, где люди десятилетиями страдают от бездорожья. В прошлом году при строительстве нескольких дорог были допущены нарушения. В результате дорожники перекладывали полотно за свой счет. В этом году за строительными работами в городе будет установлен строгий общественный контроль. О нарушениях можно будет сообщить в чат-канале Акимата Трауской области, одного из сервисов по передаче сообщений, или в мобильном приложении. О том, как это будет происходить, я прошу рассказать секретарю городского маслехата Каната Азмуханова. Канат, вам слово. При маслехате города Трауна в постоянной основе работают комиссии по ЖКХ, которая и будет вести общественный контроль. К этой работе активно подключены Акимы сельских округов, члены общественного совета и НПО. Через социальные сети, интернет-ресурсы будут приниматься жалобы, предложения и рекомендации от жителей города. И все случаи недобросовестной работы будут подаваться огласке в СМИ и социальных сетях. И самое главное, через заказчиков будем обязывать этих подрядчиков устранять все эти нарушения. Спасибо. Продолжение в регионе в этом году и реконструкция трасс республиканского значения. Заменить планируется 20 километров полотна на дороге, связывающей Атырау с Уральском. На трассе Атырау-Октау предстоит построить объездные дороги. Чтобы транспорт не проходил через населенные пункты Досор и город Кульсары. И самый долгожданный проект для нас, это, конечно, трасса на Астрахань. Ее не ремонтировали несколько десятков лет. Это сегодня, как выражаются у водителя, не дорога, а направление. Так вот, реконструкцию этой трассы планируют начать в июле. Стоимость проекта оценивается в 80 миллиардов тенге. Завершить же строительство дороги от Атырау до границы с Российской Федерацией обещают в 2021 году. А вот такие планы у атырауских дорожников. Альфия? Да, Виктор, спасибо большое за информацию. На прямой связи со студией из Атыраусской области был Виктор Сутягин. Мы продолжаем.